В Дорожно-патрульной службе Екатеринбурга появился новый необычный сотрудник. При этом сами инспекторы ГИБДД с ним лично не знакомы. Новичок следит за порядком на одной из улиц города круглосуточно и совершенно безвозмездно. Анастасия Кондрашова продолжит. Без сна, без отдыха, без выходных. Это самый трудолюбивый сотрудник ДПС. Своё рабочее место он не покидает ни на минуту уже неделю. При этом следить за порядком на улицах ему удается без лишних слов. Перейти дорогу в этом месте – настоящая удача. Вдоль частных домов трафик не хуже, чем на центральных улицах. Но так было раньше. Сейчас этот один-единственный сотрудник стал грозой местных лихачей. Водители притормаживают хотя бы для того, чтобы лучше рассмотреть и убедиться – к такому взяткой не подъедешь. Издалека не узнаешь. Светив фар, это очень хорошо смотрится. Как полицейский ходит настоящий. А потом уже ближе, конечно, смеемся, но весело и хорошо. А кто остановил, знаете? Да кто его знает? Он умалчивает историю. Народная творчество, как всегда. Мы попытались узнать, кто из местных жителей нанял нового сотрудника ДПС. Быть может, эта женщина, свою внучку, по этой дороге, Раиса Ерофеева водит каждый день в школу. Пусть не столь привлекательен на лицо этот гаишник, но если даже детям нравится. Да, очень нравится. Хотя бы, чтобы детей не забивали, когда идут дети, и все равно, может, когда гонят, все равно, может, не видят. Судя по наряду, а приодит гаишник неплохо, наниматель этого сотрудника жаждет реформы в гаишной форме. Модные джинсы и толстовка. На голове фуражка, причем военная. Жалеть работников коммунальных служб, возможно, работодатели оттуда. Вот как раз мужчина убирает снег. Манекен установлен у него прямо под окнами, но брать на себя все лавры он отказывается. Я думал, человек. Тоже подумали, человек? Да, ночью вышел. Испугались? Нет. Ну, правильно, тут стоять. Зато машина медленно едет. Ни в одном из отделений ГИБДД Екатеринбурга в манекене своего сотрудника не признали. Значит, еще и зарплату новичок не получает. Работает только за идею. Впрочем, если на дорогах действительно будет порядок, согласитесь, не важно, кто его обеспечил. Ощущение такое хорошее. Так что пусть стоит он у нас здесь. Анастасия Кондрашова, Денис Уразбахтин. Информационная программа «День». Екатеринбург. Продолжение следует. Продолжение следует.